Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Несмотря на то, что лето, ну такая теплая осень, не хочет сдавать свои права, зима все-таки придет и не за горами. И очень хочется подготовить розы к хорошей зимовке. Один из вопросов, часто встречающихся вопросов, что же делать с так называемыми жировыми побегами роз? Обрезать, не обрезать, укрывать, оставлять. Как с ними быть? Слепые или жировые побеги во второй половине вегетации роз и уже даже в более такой поздний осенний период являются нередким явлением у множества сортов. Вот эти замечательные парковые розы все еще продолжают свести и выгонять вот такие вот слепые жировые побеги. Дело в том, что роза, конечно же, являясь южным растением и южные сорта южного типа, многократно цветущие, будут расти и цвести до тех пор, пока условия будут этому благоприятствовать. Именно по этой причине роза, не испытавшая еще там ни заморозков, ни каких-то холодов сорта с длительным периодом вегетации и постоянным цветением, они начинают выпускать вот эти самые жировые слепые побеги. Но у нас-то зима будет, да, если бы не было, то они бы снова зацвели, но мы же не в тропиках живем. Поэтому, конечно, вот такие красивые побеги, с одной стороны, хотелось бы оставить в надежде, что вот отсюда из пазух в следующем году начнут вырастать цветочные побеги. Она будет цвести на побегах как бы второго года и куст порадует таким красивым, очень пышным цветением, но, к сожалению, вот такие вот побеги в этот период, уже в конце сентября, не дадут шанса на цветение. Есть побеги более скромные, не такие мощные, которые заканчиваются вот здесь цветочками и, в принципе, если погода будет способствовать, то они еще смогут дать, ну, какой-то, может быть, намек на цветение. Но все-таки большинство жировых побегов, которые появились теперь, шанса на цветение уже не получат. Конечно, на формирование этих жировых слепых побегов уходит у розы достаточно много усилий, да, какого-то питания, платических веществ, которые образуются в листьях в результате фотосинтеза. Но вот видите, уже отток питательных веществ дает о себе знать вот таким вот хлорозом. Все-таки уже не так тепло, как летом, и, конечно же, условия не очень благоприятные. Поэтому вот эти побеги, конечно же, надо удалить. На какой уровень их надо удалить, сколько их надо удалить и когда их надо удалить. Стоит ли удалить их сейчас или попозже, когда уже будут заморозки. Ну вот начало, вот оно начало этого жирового побега. Сейчас я немножко прислушаюсь колючее, не так легко это все делать. Вот начало этого жирового побега. Стоит ли нам сейчас пройти с секатором и отчекрыжить вот эти побеги или нужно все-таки подождать. Здесь, конечно, хочется соблюсти баланс. С одной стороны, не хочется, чтобы роза тратила силы на рост развития этих побегов, ведь она будет продолжать расти и на конце будет образовываться цветочная кисть с цветками. И это требует много усилий у розы. С другой стороны, ранняя обрезка вот этих жировых побегов может привести к тому, что они снова будут образовываться, снова будут образовываться вот эти самые почки. Поэтому все-таки удалить их лучше всего поближе к укрытию розы, поближе к срокам, когда придут хотя бы первые заморозки. Для того, чтобы никаких не дать шансов розе, чтобы она начала выгонять эти слепые жировые побеги заново. Стоит ли их удалять полностью или все-таки там 15-20 сантиметров от них стоит оставить? Давайте разберемся и с этим вопросом. Если кора у розы уже как следует здесь вызрела, то в этом случае, конечно же, можно оставить этот побег. В противном случае, когда кора здесь еще мягкая, вот посмотрите, совершенно сочная, она абсолютно не вызревшая, и шанса вызреть у нее нет, то придется отчекрыжить этот жировой побег полностью. Ну, что такое вызревшая кора? Вызревшая кора, это когда на ней действительно появился вот такой вот бурый пробковый слой. А вот это вот все такое бледно-зелененькое, сочное, оно, к сожалению, зимой, скорее всего, не выживет. Для того, чтобы повысить уровень вызревания вот этой самой коры, есть очень хороший способ. Для того, чтобы все-таки, ну, эти побеги все-таки вот хотя бы на раз, два, три, четыре, пять почек оставить, да, вот таким вот образом обрезать, почечка смотрит наружу куста, все очень хорошо. Я вам покажу один прием. Возьмите и полностью удалите с тех побегов, где вы хотите оставить вот эти пять почек снизу, ну, можно шесть, если это рослый куст, полностью удалите листья. Это будет способствовать этой усмородине, этот прием. И у многих растений годится вот это удаление, обшмыргивание листьев. Этот прием в значительной степени ускорит созревание коры, и вместе с марганцевой подкормкой вот в этот период времени будет способствовать лучшему накоплению сахаров в коре, улучшению вот здесь вот образования плотного пробкового слоя, накопления пластических веществ, которые не позволят этому побегу помереть. Поэтому, если вам жаль вот этих жировых побегов, если они не совсем сочные, а хотя бы немножечко вот твердые, то в этом случае обшмыргните все вот эти листья, и в принципе этот побег, вот обрезанный вот таким вот образом, может иметь шанс на перезимовку. Ну а вот такой вот совершенно мягкий, совершенно сочный побег, жировым его назвать сложно в силу его молодости, но при всем том, шанса перезимовать ни при каких обстоятельствах он не имеет и подлежит обязательному удалению после первого заморозка. Что же, розы, прелестные цветы, замечательные кустарники, которые любят очень-очень многие. Выращивать их не так уж и сложно, если знаешь какие-то основные приемы и хитрости, их поддержание в форме и в порядке. Поэтому сделайте вот так вот, да, удалите вот такие вот гибкие жировички после первых заморозков. Ну а если есть побеги, которые оставляют, так сказать, шанс на перезимовку, обшмырните, удалите сейчас с них все листья. Не забудьте про рецепт марганцевой подкормки. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!